29 сентября в Тверской области стартовал 5-й региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Абилимпикс. Он направлен на мотивацию к получению профессионального образования, содействия трудоустройству людей с особенностями здоровья. Соревнование Абилимпикс проходит во многих странах мира с 1972 года. Россия присоединилась к международному движению Абилимпикс Интернешнл 7 лет назад. В нашей области в этом году борьба за победу идёт в шести колледжах Твери, а также в школе-интернате номер один и техническом университете. Среди участников старшеклассники, студенты колледжей и университетов, специалисты возрасте до 65 лет, которые имеют ограниченные возможности здоровья, но владеют реальной профессией. Сегодня это 16 компетенций, по которым проводится чемпионат. Около 100 участников, примерно 85 экспертов, более 50 волонтёров. Это отрадно видеть, что за те пять лет, когда мы стартовали первый раз, количество компетенций выросло с трёх до 16. Значительно увеличилось количество участников. Впервые в этом году между собой соревнуются золотошвеи. Это студенты Торжокского педагогического колледжа. Среди самых востребованных специальностей администрирование баз данных, обработка текста, поварское дело, малярное дело, ну и, конечно, сварочные технологии. Они сваривают чёрный металл, образцы те, которые обычно делают на производстве, при приёме на работу. Потом конструкция из алюминия, сложная конструкция, сварка во всех пространствах положениях. И конструкция из нержавеющей стали. Среди организаторов соревнований – правительство Тверской области. Как известно, губернатор Игорь Руденя поставил чёткую задачу – обеспечить равные возможности для всех жителей Верхней Волжи. Помочь людям с физическими ограничениями реализовать свой потенциал. Турнир «Обилимпикс» вносит свою важную лепту. Я считаю, что этот чемпионат очень важен в деле социализации. Инвалид, стремясь пройти обучение, получить специальность, принять участие в данном чемпионате, получает большой опыт как общения с другими инвалидами, так и общения с работодателями. Победители регионального чемпионата продемонстрируют своё мастерство в отборочном этапе седьмого национального первенства по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В Тверской области он пройдёт в очень дистанционном формате.